Я всех приветствую, всех рада видеть. Мы сегодня будем с вами беседовать про такие важные темы, как сохранить молодость нашей кожи, сохранить молодость наших суставов, нашего опорно-двигательного аппарата. И что делать для того, чтобы в любом возрасте мы могли бегать, прыгать, играть полноценно со своими детьми, со своими внуками, чтобы у нас ничего не болело, и мы, в принципе, себя чувствовали счастливыми, наполненными и здоровыми. Сегодня будем говорить про препарат компании Фиберлик Доброген Актив. Но информации о нем, в принципе, и в интернете, и в самом препарате, вот в инструкции, достаточно мало. Я хочу, чтобы вы знали основы, да, чтобы вы знали все подводные камни и данного препарата, веществ, которые входят в состав. Поэтому будем сегодня разбираться. Я рада всех очень видеть. Вы, пожалуйста, тоже активно участвуйте в беседе, можете что-то комментировать, задавать вопросы. В конце я обязательно на все вопросы ваши отвечу. Итак, концентрат коллагенового напитка Доброген Актив. Об этом сегодня будем разговаривать. Так. Напомню, кто со мной не знаком, меня зовут Литвин Ольга. Я врач, практикующий нутрициолог, эксперт по рациональному питанию, коррекции веса и восстановлению здоровья. В теме здорового питания уже более 10 лет. И также являюсь преподавателем, разработчиком некоторых лекций в университете персонализированной диетологии и нутрициологии. Итак, Доброген Актив – это препарат, который является натуральной пищевой добавкой. Это препарат, который влияет на наше состояние суставов и хрящевой ткани. То есть это его основные преимущества. Но мы поговорим, что этот препарат гораздо шире. То есть это не только препарат для суставов и хрящей. Итак, Людмила говорит, что меня все-таки звук не очень хорошо слышен, с прерывисто, с заиканием. Подскажите, пожалуйста, как у остальных по поводу звука. Давайте все-таки выровняем, потому что у нас лекция идет под запись. Так, все хорошо. Поэтому, Людмила, пожалуйста, попробуйте перезагрузить. Я думаю, здесь вопрос у вас, в вашем устройстве. Все будет хорошо. Данный препарат, Доброген Актив, в состав него входят такие основные компоненты, как гидролизат коллагена, глюкозамин и нулин. И также входят многие натуральные пищевые добавки. Например, экстракт свеклы, о котором здесь не написано. Именно он придает определенный оттенок. Также пищевые добавки, которые придают вкус вишни. Сегодня мы построим лекцию, напомню, таким образом. Сначала я пару слов скажу про препарат сам, а далее уже говорим более подробно про его действия. Потому что обычно мы делали наоборот. Спасибо за лайки, за ваши реакции. Мне это все очень приятно. Итак, что касается основного компонента данного препарата. Это коллаген. Давайте о нем более подробно поговорим. Что такое коллаген сам? Это основа для соединительной ткани нашего организма. То есть это основа, такой каркас для нашей кожи, для хрящевой ткани, для тканей сосудов. И мы знаем, что когда коллагена мало, то есть с возрастом его становится меньше, это является основой для процессов старения кожи. То есть кожа становится более такой дряблой, обвисшей. Ну и, конечно, начинаются различные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Если вот так говорить, то согласно статистическим данным, до 25 лет в нашем организме замечательно вырабатывается коллаген. То есть белок коллаген, он отлично вырабатывается. Поэтому молодежь обычно такие веселые, они бодрые, они выглядят такими активными. Кожа у них гладкая, красивая. Обычно даже отсутствие сна, какие-то там погрешности в питании, ничего это внешне не видно. Но далее, уже позже, конечно, все это становится видно. Наш организм ничего не прощает. Вот. Не поспал, уже утром выглядишь совершенно по-другому. Как раз таки потому, что с возрастом снижается в том числе и выработка коллагена. Теперь хочу поговорить. Сейчас существует множество различных препаратов, добавок коллагена. И они не всегда эффективны. Сейчас мы разберем, как вообще действует коллаген, и что происходит, когда мы пьем какие-то добавки или съедаем пищу, богатую коллагеном. Итак, коллаген – это белок. То есть белок, который необходим нашему организму, он состоит из множества кирпичиков, из множества аминокислот. И сам коллаген, то есть крупный белок, никогда не может усвоиться в организме. Перед тем, как усвоиться и пойти к нашим клеточкам, он должен разделиться на маленькие вот эти составные запчасти. Это аминокислоты. И когда мы едим коллаген, коллагеном богаты, ну что, мясо, например, говяжье, да, и не только говяжье. То есть животные продукты – это основа коллагена, который хорошо усваивается организмом. Какие-то костные бульоны в том числе. Когда мы это все кушаем, если у нас все нормально с желудком, нету рефлюкса, нету повышенной и сниженной кислотности, да, потому что, вы знаете, в желудке соляная кислота вырабатывается. Вот. Если у нас там необходимая концентрация, необходимый уровень PH, то есть нужная кислотность, тогда этот белок хорошо в желудке расщепляется и уже на более мелкие составные части – это пептиды, аминокислоты. И далее поступает в кишечник. Если там тоже все в порядке, то он дальше расщепляется на аминокислоты, да, и уже поступает в кровоток, в печень, которая уже, можно так грубо сказать, распределяет, куда нужны аминокислоты. То есть, что я этим хочу вам сказать. Если, допустим, у кого-то из вас, у себя или у родных и близких, болит коленный сустав очень сильно, есть, например, артроз, и вы хотите пропить препарат, например, тот же Доброген Актив, с целью, чтобы эта боль прошла и восстановить сустав, то так не произойдет, что вы выпили коллаген, и он сразу так вот по трубочке куда-нибудь поступит именно в этот сустав и будет вам счастье, все восстановится. Так не бывает. То есть это достаточно сложный процесс. Тот же коллаген, который мы принимаем в качестве, вместе с препаратом, с БАДом, он расщепляется на аминокислоты. И далее что происходит? Организм решает, какой орган в данный момент больше всего нуждается в этих аминокислотах. То есть аминокислоты с коллагеном могут поступить в головной мозг, пойти на работу органов сердечно-сосудистой системы, легких и так далее. То есть вот это основы жизнедеятельности, туда в первую очередь пойдут аминокислоты. Но уже, к сожалению, кожа, волосы, ногти, суставы, здесь в последнюю очередь пойдут аминокислоты, коллаген. И это не значит, что препараты неэффективны. Это значит, что если мы хотим решить проблему, какие-то вопросы болезни опорно-двигательного аппарата, мы должны думать и действовать комплексно. Во-первых, для того, чтобы коллаген подействовал и стал восстанавливать именно хрящевую ткань, мы должны смотреть на наш рацион питания, то есть чтобы в нем было достаточно белка. Потому что если белка мало, то, конечно же, коллаген, это тоже белок, он пойдет на восстановление ферментной системы, на восстановление каких-то жизненно важных органов, без которых организм в принципе не может существовать. А потом уже на кожу, волосы, ногти. Потому что, понимаете, такая вот печальная реальность, что без кожи, волос, ногтей организм может прожить. А вот если не будет работать мозг или сердце, то уже здесь, как говорится, летальный исход ничего не поможет. Поэтому обязательно смотрим на уровень белка, чтобы у нас в нашей пище было достаточно белка. Мы говорили на прошлых лекциях, кто был, про жиры. Те же омега-3 жирные кислоты, жирностворимые какие-то витамины. Это все тоже должно быть в достатке в рационе человека. Именно это тоже будет способствовать вместе с коллагеном, которым мы дополнительно потребляем, восстановлению, например, хрящевой ткани и в принципе восстановлению кожи, волос и ногтей. То есть в те моменты, для которых обычно и пьют добавки с коллагеном. Так. Здесь говорится, что гидролизат коллагена говяжьего, который содержится именно в доброген-актив, очень близок к биологическому составу сухожилий, хрящей, связок организма человека. То есть, что бы там ни говорили, какие-то делают дополнительные добавки на основе моллюсков, панциря ракообразных и так далее. Из мяса коллаген лучше всего усваивается организмом. Поэтому какие-то заменители желатина, заменители коллагена на растительной основе не могут быть полноценной заменой. И здесь будет содержаться весь необходимый спектр аминокислот как раз-таки для восстановления хрящевой ткани. То есть, если мы говорим про говяжий коллаген, он хорошо усваивается из пищеварительного тракта. Но опять-таки, если есть проблемы с пищеварительным трактом, если, например, вы кому-то порекомендовали пропили, человек пропивает доброген-актив и не видит результата, то здесь могут быть проблемы также с его желудочно-кишечным трактом. Это нужно понимать. Тогда будет не усваиваться не только коллаген, но и, в принципе, не будет усваиваться какие-то продукты, коллаген из продуктов питания в том числе. То есть здесь нужно тогда решать проблему с гастроэнтерологом, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, или обращаться к диетологу, нутрициологу, потому что вообще слизистая кишечника замечательно восстанавливается, если ей предоставить все необходимые для этого условия. Это не обязательно лекарство, хотя бы питание, да, то есть не нагружать, убрать как раз-таки дефицитные состояния. Вот, поэтому мы можем восстановить желудочно-кишечный тракт и продолжить пить тот же коллаген. Вот, это я хотела основные моменты рассказать про коллаген. Так, ну и, конечно, какие вообще факторы способствуют тому, что коллаген плохо усваивается у человека, да? Почему вот я говорила, что до 25 лет он замечательно вырабатывается и самим организмом, а потом все это дело ухудшается, снижается? Конечно, возраст, потому что синтез белка и той же, например, гиалуроновой кислоты, которая влияет на выработку коллагена, способствует удерживанию влаги в клетках, в коже, все это снижается. И поэтому, то есть такой естественный получается процесс. Ультрафиолетовые лучи. Все мы любим позагорать на солнце, да, когда едем, например, к морю или даже где-то летом в теплое время года, где-то отдыхаем, хотим красивый загар. Но что разрушает кожу, что разрушает коллаген и не дает ему восстанавливаться снова, наверное, на процентов 80 это ультрафиолетовое излучение. Поэтому здесь тоже пользуемся солнцезащитными кремами. Если хотим, свой коллаген как можно дольше сохранить. Такие плохие, вредные привычки, как, например, курение и алкоголь, они влияют в том числе на разрушение, увеличивают разрушение коллагена, не дают нормально усваиваться коллагену и другим необходимым питательным веществам. Ну и, в принципе, понятно, например, что алкоголь – это токсин в любом случае. Нету таких безопасных дозировок алкоголя, как я говорю. И нужно, когда употребляете алкоголь, понимать, то есть иметь это в виду. То есть здоровье это точно не прибавит. Поэтому здесь тоже, если мы хотим сохранить коллаген, чтобы он хорошо усваивался, нужно эти моменты все учитывать. Так, нездоровый рацион питания, когда он не сбалансирован, недостаточно белка, мы понимаем, что даже добавки, которые мы будем принимать, они будут либо хуже усваиваться, либо они, опять-таки, пойдут не на восстановление хрящей, например, как мы бы хотели, да, а на какие-то основные процессы жизнедеятельности. И мы необходимого эффекта можем не заметить. Поэтому меняйте рацион, убирайте вредности, добавляйте достаточное количество белка в каждый прием пищи, да, можно обратиться, опять-таки, к специалисту или самостоятельно разобраться в нутрициологии в каких-то основах и начать питаться здорово и кормить свою семью. Вот, это очень важно. Ну и, конечно, всеми наши любимые или даже нелюбимые стрессы, но которые мы испытываем сейчас, да, то есть это и какие-то политические события, которые на многих отражаются, ну и заставляют переживать. Это и наш недосып, экологические условия и много-много других факторов, да, которые как раз-таки увеличивают количество свободных радикалов. Как мы уже про них говорили, да, то есть это соединения, которые разрушают в нашем организме клетки нашего организма. И уменьшение антиоксидантов, то есть увеличивается потребность в антиоксидантах, а мы уже говорили, например, к антиоксидантам относятся витамин С, там биофлавоноиды и многие другие соединения, которые должны присутствовать в нашем питании и которые можно дополнительно с добавками употреблять. Получается, что в них увеличивается во время стресса потребность, и таким образом организм не может себя восстанавливать, да, он быстрее стареет. И это, конечно, сказывается на коллагене в том числе. Ну и, конечно, если мы будем сравнивать мужчин и женщин, да, то женщинам в этом плане немного больше не повезло, потому что, например, в период менопаузы, вот в первые пять лет организм теряет примерно 30% всего коллагена. Поэтому именно в первые годы женщина становится, ну, такие заметные начинаются морщины и какие-то признаки старения уже в период менопаузы. Это тоже связано с гормонами. Ну и, конечно, есть какие-то генетические предрасположенности, да, когда у нас хуже происходит образование коллагена, да, и поэтому тоже. Люди, например, если вы можете посмотреть, если у вас в поколениях, у родных, близких, там, у бабушек, у дедушек были какие-то заболевания опорно-двигательного аппарата даже в молодом возрасте, то высокая вероятность, что у вас тоже есть такая генетическая предрасположенность. Это можно у нас сейчас узнать в генетических лабораториях, все про свою ДНК, про то, как усваиваются у вас питательные вещества, витамины, минералы, то есть анализ, который можно сделать один раз в жизни, его делают, да, и все становится понятно. Да, и когда есть такие генетические нарушения, то, конечно, препараты коллагена и доброген можно пить даже в повышенной дозировке на постоянной основе. Так, я уже много всего говорила про коллаген, кроме коллагена, то есть натурального белка, содержится в препарате доброген-актив такое вещество, как глюкозамин. Что же это такое? Это натуральный аминосахарид, то есть полисахарид, углевод такой сложный, который способствует активному формированию тканей организма. Это кости, связки, сухожилия, ногти, волосы, в том числе клапаны сердца, сосуды. Играет важную роль в выработке удержания внутрисуставной жидкости, если мы говорим именно про суставы, то есть удерживает влагу, если мы будем говорить и про кожу в том числе. Глюкозамин вообще в природе содержится практически везде, то есть это не только какое-то уникальное соединение, которое содержится у человека и больше нигде. все живые организмы, панцир ракообразных, грибы, другие какие-то млекопитающие, во всех организмах живых содержится глюкозамин, и у человека в том числе. Какие основные функции выполняет данный полисахарид в организме человека? Вот помимо того, что мы уже назвали, он усиливает выработку таких, если вот захотите, скажем так, блеснуть какими-то научными знаниями, да, или вы рекомендуете препарат Доброген Актив кому-то уже с медицинским образованием, да, кто хочет знать больше информации, можно сказать, что глюкозамин усиливает выработку протогликанов, да, то есть это аморфное вещество хряща. Если глюкозамина мало, то и вот этой внутрисуставной жидкости этого аморфного вещества будет достаточно мало. А что она делает? Вот у нас, например, есть сустав. Возьмем, например, тот же коленный сустав, да, то есть там есть хрящи на концах костей, и между ними межсуставная жидкость. И если эта суставная жидкость уменьшается, ее нет, то хрящи, получается, друг об друга начинают тереться. Во-первых, стирается сама хрящевая поверхность, увеличивается воспалительный процесс, да, и у нас повреждаются, во-первых, ткани, и человек чувствует такую страшную сильную боль, не может двигаться, и повреждается сам сустав. То есть если ничего не делать, если этот процесс усиливается и усиливается, это никак не восстанавливать, не затормозить процесс на начальных стадиях, то далее уже рекомендуют замену сустава, и никакие другие варианты не помогают. Поэтому если вы чувствуете, что есть у вас какие-то неудобства или болезненные ощущения во время движения, нужно сразу, во-первых, обратиться к специалисту, и можно как раз-таки начать принимать тот же Доброген-актив, ну и следить за своим питанием, да, если вы еще до этого не делали так подробно. Главное не дожидаться каких-то уже ухудшений, когда там будет адская боль, когда сустав воспалится, да, нужно желательно все на ранних стадиях, а можно даже для профилактики. Об этом еще мы будем разговаривать. Итак, что еще очень важно? Что? Глюкозамин увеличивает также выработку коллагена. То есть это два таких важных вещества для, если мы говорим про сустав. И еще глюкозамин обладает уникальными действиями. Это естественное противообезболивающее такое, противовоспалительное вещество и обезболивающее вещество, да. То есть если он у вас вырабатывается в организме, значит, это такие естественные противовоспалительные препараты, да, в нашем организме. Ну или если вы дополнительно принимаете, вот, например, здесь в составе есть глюкозамин, знаете, что это как лекарственное вещество, глюкозамин будет способствовать тому, что боль, например, в суставе будет уменьшаться, и воспалительный процесс будет тоже уменьшаться. Поэтому это замечательная такая добавка, да, которую можно всегда иметь в виду и принимать. Кроме того, есть достоверное исследование, что вещество глюкозамин, которое принимаем дополнительно, способствует заживлению хирургических ран, да, способно продлевать молодость за счет всех свойств, о которых мы уже говорили, да, способствует увеличению регенерации хрящевой ткани, поэтому даже, по-моему, в лечебных протоколах, вот у врачей есть стандартная рекомендация, да, они часто рекомендуют препараты глюкозамина, да, то есть везде, где есть глюкозамин, если есть проблемы опорно-двигательного аппарата, рекомендуют пить дополнительно. Ну и, в принципе, для профилактики опорно-заболевания опорно-двигательного аппарата рекомендуют принимать глюкозамин. То есть вы видите, что это все в связке глюкозамин и гидролизат коллагена оказывает такое мощное-мощное действие. Еще один важный компонент, который есть в составе препарата допроген-актив, это инулин. Это натуральный природный полисахарид, пребиотик. Мы уже как-то говорили в лекциях, пребиотик – это, грубо говоря, еда для нашей полезной микрофлоры, для наших хороших микроорганизмов. Он положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. То есть если у нас с микрофлорой кишечника все в порядке, значит, это увеличивает вероятность того, что хорошо все усваивается, все вещества, что в организме нет дефицитов, все хорошо всасывается в кишечнике. Ну и, конечно, тема пробиотиков и пребиотиков и микробиоты – это такая вот современная тема, которая в 21 веке исследуется очень активно, потому что уже есть множество исследований, которые доказывают влияние нашей микробиоты кишечника буквально на все сферы жизни. То есть и на гормональную систему, на наш иммунитет, и абсолютно-абсолютно на все сферы жизни. То есть микробиом – это очень важно. Поэтому инулин, здорово, что здесь добавили, это все в комплексе, как раз-таки будет способствовать усвоению данного препарата и его максимальному действию. Я не переключаю слайды, потому что на самом деле презентации составляю не я сама, и здесь достаточно такая маленькая презентация, но я пытаюсь вам рассказать больше по этой теме. Основные свойства данного препарата Доброген Актив, что касается именно самой инструкции. Там указано, что он оказывает профилактическое действие при разрушении хрящевой ткани в суставах и в межпозвоночных дисках. То есть наш позвоночный столб, там тоже содержится много косточек, и между ними тоже такие маленькие суставы, межпозвоночные диски. Вот как раз-таки часто, особенно с возрастом, в этой сфере начинаются проблемы, и у нас появляются различные болезненные ощущения. Поэтому здесь, конечно, обязательно стоит дополнительно позаботиться о приеме коллагена, глюкозамина. Также Доброген Актив способствует укреплению суставно-связочного аппарата, про что мы уже тоже говорили. То есть сустав, вокруг него находятся связки, находятся мышцы, находится множество в норме хороших капиллярных сосудов, которые снабжают кровью, питательными веществами сустав. И у здорового человека постоянно происходит обновление, поэтому люди могут долго бегать, прыгать. И если в целом здоровый образ жизни, никаких заболеваний, то сустав сам способен обновляться. Поддерживает выработку внутрисуставной жидкости, регенерацию хрящевых тканей. Да, мы уже говорили об этом тоже. Что здесь еще хочется сказать? Я уже говорила, какие есть обязательные условия для того, чтобы, например, хрящ, который у нас повредился, или есть болевой синдром, для того, чтобы он восстановился. Мы можем пить добровыген, актив дополнительно. Мы обязательно должны смотреть за нашим питанием, чтобы достаточно было белка, достаточно было полезных жиров, достаточно там было клетчатки, овощей, зелени. То есть был такой нутритивно-плотный рацион, что это значит, который содержит, то есть в рационе максимальное количество всяких витаминов, минеральных веществ. То есть стараться убрать пустые продукты, которые не содержат этой пользы, и максимально полезные употреблять. Кроме того, хочу вам сказать, что если сустав не двигается, если он практически не работает, то вы можете пить доброген, актив, сколько угодно. Конечно, вы увидите улучшение, в своем организме, но на сустав это никак не повлияет. Почему? Только когда у нас сустав активно двигается, в него поступают питательные вещества. Когда активно двигается, начинается активное кровоснабжение капилляров, сосудов, которые находятся вокруг этого сустава, и только таким образом есть возможность того, что поступят нужные питательные вещества через капилляры в этот сустав. То есть как все сложно, не просто мы выпили какой-то порошок, таблетку, и все у нас прошло. А если не прошло, значит препарат плохой. Нет, здесь все гораздо сложнее. Поэтому, например, какие рекомендации, если у вас болит, например, тот же коленный сустав. Я говорю на примере коленного сустава, это могут быть какие-то другие болевые синдромы именно в опорно-двигательном аппарате, в хрящевой ткани, в суставах других. Здесь рекомендованы, конечно, физические нагрузки. И причем они должны быть таким образом, чтобы не давать большое давление на сам сустав. Например, если болит колено, это не значит, что мы должны ходить там по 10 тысяч шагов, бегать по 10 километров, или прыгать на этом суставе. Нет. Так еще воспалительный процесс будет усиливаться. То есть мы можем выполнять упражнения, например, лежа или сидя на весу, двигать в разных направлениях нашу ногу, таким образом, чтобы двигался коленный сустав. Эти упражнения делать в течение дня, то есть несколько раз в день. Например, если у вас сидячая работа, где-то сели, не знаю, на высокий стул, там, где нога на весу, и, пожалуйста, себе двигайте эту ногу в разных направлениях. Так вы будете точно знать, что у вас усиливается кровоток в нужном месте. И если вы тем более правильно питаетесь и пьете Доброген Актив, то высока вероятность, что все эти питательные вещества попадут именно вот в это колено, которым вы активно двигаетесь вот в данном суставе в разных направлениях. Да, и будет больше вероятность, что он восстанавливается. Поэтому вот все эти рекомендации по поводу лечения движений, в них тоже есть смысл. Например, кто у нас в интернете в последнее время видел доктора Бубнов, еще многие специалисты на Ютубе, например, рекомендуют именно лечение движением. В этом есть свой смысл. То есть увеличивается мышечная ткань, развивается больше капиллярная сеть, и тогда получается, что мы все эти добавки пьем не зря. То есть они могут у нас усвоиться. Так, что еще хотела вам рассказать? Что еще? По поводу того, что сделать, чтобы максимально усваивался коллаген, глюкозамин. Существуют кофакторы. То есть я уже говорила, что кофакторы – это те вещества, которые способствуют усвоению, например, коллагена, или без которых коллаген не образуется, не восстановится и, ну, скажем так, не сможет усвоиться в нужной мере. Для того, чтобы усваивался коллаген, у нас также должно быть достаточное количество витамина С. И насколько я знаю, вот здесь в презентации почему-то не указано, но поправьте меня, если уже кто-то пользовался, принимал Доброген Актив, там содержится витамин С, насколько знаю, и достаточно такая большая дозировка, то есть, по-моему, до 35% от суточной нормы. Понятно, что этого недостаточно. Этим мы не покрываем полностью потребность витамина С. Мы можем дополнительно еще витамин С принимать с коллагеном или, конечно, следить за питанием, чтобы было достаточно, например, овощей, богатых витамином С, то есть сладкий перец болгарский, болгарский, да, рекордсмены по витамину С. Можно пить отвар, настой шиповника, ну и какие-то другие овощи, ну и фрукты в том числе, в которых есть витамин С. Кроме того, медь и цинк. Это тоже те кофакторы, без которых коллаген хорошо усваиваться не будет. Это не значит, что мы обязательно должны вместе с коллагеном все это принимать, да, но мы просто должны стараться в этот период также полноценно питаться продуктами, которые содержат вот все эти соединения. Ну и почему нет, можем также добавить, если питаться у нас не получается полноценно, если, например, есть заболевание того же кишечника, да, и, возможно, все плохо усваивается. Мы также можем дополнительно еще что-то принимать, добавки витамина С, цинка, для того, чтобы увеличить усвоение коллагена. Кроме того, такие вещества, как медь, железо, селен, да, витамин Д, витамин А, витамин Е, да, мы уже говорили про витамин Д, да, и когда я читала лекцию, можете пересмотреть предыдущие наши лекции в Ютубе, витамин Д, одна из его функций, он способствует тоже восстановлению хрящевой ткани опорно-двигательного аппарата и способствует тому, чтобы нормальный был метаболизм наших минералов, да, которые тоже составляют наши кости и хрящи. Вот, поэтому очень важно, чтобы все не было у нас в организме дефицитов, да, то есть полноценное питание, возможно, какие-то витаминно-минеральные добавки мы регулярно принимаем и вместе с этим пьем Доброген Актив. Так, как выглядит Доброген Актив, хотя, возможно, вы все уже видели и кто-то пробовал, кстати, напишите, кто уже принимал Доброген Актив, да, потому что, насколько я знаю, препарат уже есть, Доброген Актив новый, но он давно, насколько я знаю, имеется на рынке, да, да, мне тут напоминает, что 35% восполняет витамин С, да, Доброген Актив это более новая формула, более усовершенствованная, это порошок, которого хватает, согласно инструкции, на 30 дней, то есть на месяц коллагена, как его принимать, 2 чайные ложки без горки можно размешать в воде, а также в молоке, в йогурте или в соке, ну, насколько знаю, Доброген Актив имеет такой вкусный, достаточно вкус вишни, сладенький напиток, поэтому вполне возможно размешивать просто в воде, да, 2 раза в год, кто-то постоянно принимает, много кто уже принимает, ну, молодцы, это отличный препарат, вообще, многие звезды, многие публичные личности, не знаю, блогеры, кто следит за своим здоровьем, я знаю, многие принимают постоянно, без перерывов, препараты коллагена в порошке, коллаген и вообще белки, препараты с белками, с аминокислотами рекомендуют пить без приема пищи, вот, Доброген Актив рекомендуется принимать натощак, примерно за 40 минут до еды, вы размешиваете 2 чайные ложки порошочка в водичке, например, да, он размешивается не так легко, потому что это все-таки желатин, коллаген, сам по себе попробуйте вот желатин взять ложкой и размешать, в норме он такими комочками, нужно время, чтобы набухли комочки, вы можете или активно размешивать, попробовать, или просто проснуться заранее и дать ему время разбухнуть немножко, да, то есть просто добавить все 2 ложки и забыть про него там на минут 10-15 и поверьте мне, препараты натурального коллагена, желатина и Доброген Актив в принципе хорошо должны раствориться, набухнуть, и вот такой равномерная получится жидкость, не обязательно там активно мешать эти 10 минут, просто можно добавить воду и забыть про него вот на какое-то время, да, потом вы увидите, что он хорошо растворился и можно это принимать, так, принимать достаточно один раз в день, в одной порции получается примерно 4,7 грамм коллагена, что хочу еще сказать, существует существует настоящий момент различные препараты коллагена, их очень много, по-разному стараются производители там написать какие-то плюшки, бонусы на упаковке для того, чтобы люди побольше покупали, но хочу сказать, что именно животный коллаген, вот например, говяжий, как в данном случае, он наиболее сродни, скажем так, нашему коллагену и поэтому замечательно усваивается и проблема вообще всех препаратов, что это, как правило, очень неприятные на вкус препараты, то есть ты пьешь непонятно, что вот я тоже покупала различные виды коллагена и они неприятны на вкус, там есть какой-то вот привкус каких-то, не знаю, костей или жира, ну чего-то такого вот животного и просто ты пьешь скорее, чтобы это все выпить или ешь ложками, если это разбухает. Здесь как раз-таки натуральные есть добавки безопасные, которые придают сладость и вишневый вкус. Что еще хочу сказать, вот здесь в данном препарате Доброген актив нету сахара. Подсластители я посмотрела здесь сукралоза, это натуральный некалорийный подсластитель, который я, например, как диетолог, нутрициолог вполне допускаю и, ну, рекомендую в некоторых случаях вот своим клиентам, как заменитель сахара временно, безкалорийный. Поэтому в этом плане да. Так, что, сейчас пройдемся по вопросам и я еще скажу то, что забыла. Так, можно принимать постоянно или делать перерыв? коллаген коллаген можно пить постоянно. Скажу так, если у вас нет никаких проблем, вы хотите пить просто для профилактики, для поддержания своей хрящевой ткани, можно пропить там месяц, два, три и делать перерывы. То есть, например, раз в полгода, как уже вот говорила, например, Наталья, они с мужем пропивают. Это замечательно. Если у вас есть уже какие-то заболевания хрящевой ткани, здесь одним месяцем не отделаешься. Если есть заболевания, какие-то артрозы, артриты, если у вас уже есть болевой синдром в каких-то суставах, например, в позвоночнике, нужно пить не менее трех месяцев. То есть, вы пьете либо постоянно доброген актив каждое утро натощак, либо вы, например, пьете три месяца и потом можно сделать там пару месяцев перерыв и продолжать пить еще. То есть, нужно понимать, что нужна усиленная поддержка хрящевой ткани с помощью коллагена, с помощью глюкозамина. Ну, и питание, в том числе, физическая нагрузка, о которой я говорила. То же самое, например, спортсмены профессиональные. Есть у кого есть детские подростки, спортсмены, да, вообще профессиональный спорт, я всегда говорю, это не про здоровье, когда ежедневные такие сверхнагрузки идут, а это как раз таки про то, что скорее изнашивается наш организм и особенно хрящевая ткань. У профессиональных спортсменов часто есть отдаленные последствия в виде разных там грыж и различных неприятных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Поэтому здесь тоже можно постоянно принимать доброген-актив. Так, почему именно надо пить до завтрака? Почему нельзя до обеда принимать? Вы знаете, я везде вижу в инструкции, например, коллаген, пьем натощак до завтрака. Но вообще теоретически, если у вас налажен режим питания, то есть, если вы не кусочничаете, а у вас строго на приметном завтрак, обед, ужин, вы можете в принципе пить доброген-актив и в принципе пить коллаген и какие-то препараты, я уже говорила, которые содержат белок аминокислоты между приемами пищи. Ну, я теоретически это допускаю, несмотря на то, что производитель пишет именно натощак. Можно посередине между обедом и завтраком, но это если вы на самом деле у вас есть режим, а не вы питаетесь, ну вот как получается, да, таким образом просто этот препарат лучше всего усвоится. Так, так, переходим, сейчас я перейду на вкладку вопросы. Вот так. Как принимать и совмещать? Да, я уже сказала, что доброген-актив пьем утром натощак. Ну, совмещать его с какими-то препаратами вот одновременно пить нет смысла. Вы можете в этот период просто добавить что там витамин С, селен, витамин Д, только это пить не вместе с доброгеном, а, ну, просто курсом, да, то есть вы доброген-атощак пьете просто без ничего, без каких-то без еды или без другой пищи. а потом уже на завтрак, например, там, вы, не знаю, омега-3, витамин Д, ну, и так далее. То есть обязательно, не обязательно пить цинк и витамин С прямо вместе запивать его доброгеном. Так не делают. Его, этот препарат пьют отдельно натощак. так доброген-актив по расписанию у кого-то Валентина. А, да, это, наверное, у нас сначала водоросли спирулина, здесь просто не та была лекция, я поменяла, ничего страшного. Так, почему доброген нельзя принимать антикоагулянтами? Вы знаете, антикоагулянты, да, вообще, когда вы принимаете антикоагулянты, нужно иметь в виду, что вы принимаете дополнительно. Я уже говорила и про другие препараты, здесь важно все-таки уточниться специалистам или с врачом. Во-первых, какие вы антикоагулянты принимаете, и вы на постоянной основе принимаете их или временно, да, если на постоянной основе, то здесь будут ограничения не только про доброген актив, здесь также будет, вот я уже говорила, там по омега-3 ограничения, да, просто эти все препараты также могут способствовать разжижению крови, и, ну, скажем так, здесь нужна консультация врача. Я не уверена, что нельзя доброген актив принимать с антикоагулянтами, именно с теми, с которыми вы принимаете, да, то здесь все-таки стоит проконсультироваться, можно я, могу я дополнительно принимать коллаген для крещевой ткани или нет, потому что если вы временно что-то принимаете, да, то можно закончить и потом уже не рисковать, а потом уже начать принимать какую-то терапию с помощью БАДов каких-то, да, курс, и в том числе доброген актив, то есть все-таки здесь лучше проконсультироваться, если вы сомневаетесь, потому что я подробную ситуацию вашу не знаю, да, когда я работаю с людьми, я все под ногой узнаю, посмотрим, там и анализы, и анкеты, тестирование заполняют, все-все, весь анамнез, тогда уже подбирается и совмещаются какие-то препараты, питание, так, сколько доброген нужно принимать раз в год, если для профилактики вы можете принимать его два раза в год, да, то есть, например, по пару месяцев, пару месяцев приняли, перерыв, потом в следующие полгода еще пару месяцев попринимать, если есть какие-то у вас заболевания опорно-двигательного аппарата, можно доброген актив принимать постоянно, или, как я уже говорила, три месяца принимаете, пару месяцев перерыв и снова, потому что глюкозамин и коллаген стоит постоянно принимать, постоянно, чтобы он концентрировался, усваивался, хрящевая ткань восстанавливалась хотя бы понемножечку, здесь одного месяца недостаточно. Ну, полноценный курс три месяца, Елене, я отвечаю, с чем можно пить доброген или только с водой? Здесь написано молоко, йогурт или сок. Доброген актив достаточно сладкий препарат, и поэтому с водой он прекрасен, то есть просто вода, здесь написано на 100 миллилитров воды, ну, я предполагаю, что если сделать его менее концентрированным, например, там не на 100, а сделать там на 120, 130, это может уменьшить сладость, потому что некоторые говорят, что доброген актив очень сладкий, хотя я уже говорила, здесь натурального сахара нету, можно за это не переживать, некоторые размешивают в йогурте, другой вопрос, что там могут быть комочки какие-то, да, молоко, сок, но это по желанию, сок может добавить сладость, поэтому он будет совсем приторно-сладкий, поэтому все-таки в воде идеально, но можно с чем-то, если по-другому пить не получается, так, так, при болях в пояснице доброген помогает, да, может помочь, я уже говорила, нужно, конечно, узнать, какая причина боли в пояснице, да, что здесь, потому что доброген актив в любом случае поможет вот восстановлению белка в организме, восстановлению хрящевой ткани, он способствует восстановлению вот кожных покровов, ногтей, волос, да, хотя здесь основное действие мы говорим про хрящевую ткань, но я говорю, что он может оказывать такое системное действие, вот, если у вас какие-то невралгии, да, то есть вопрос, почему болит поясница, здесь доброген актив, он хуже не сделает, это точно, но боль не факт, что уберет, надо пояснять причину боли в пояснице, в кефире, да, некоторые разводят кефир, йогурт, да, это все одно можно разводить, единственное, хорошо мешать, потому что могут быть комочки, желательно все-таки, чтобы он так растворился, был более однородный, можно принимать вместе с артрофорте, да, другие препараты, травяные препараты, да, какие-то витаминные комплексы можно принимать, но это не значит, что вы прямо вот в один прием натощак принимаете артрофорте и доброген актив, нет, то есть вы можете принимать в один день, да, и в один курс, то есть в течение месяца принимаете, совмещаете несколько препаратов, направленных на восстановление суставов, какие-то в том числе травяные препараты, чаи, все это можно, только единственное, не запивать чаями, например, а сначала утром пьете доброген актив и потом уже завтрак с приемом пищи следующий препарат, то есть можно совмещать, да, Елене отвечаю. Так, Наталья пишет, что принимала доброген актив три пачки подряд, улучшила состояние волос, ногтей, неожиданно к обеду исчезла гигрома на кисти правой руки после второй упаковки, да, может быть, у меня, кстати, тоже гигрома была на кисти руки, только вот я, это было давновато, я не знала про доброген актив, если он тогда еще, тогда уже был, да, это было достаточно давно, но тоже была записана операция, а потом оно исчезает, когда начинаешь как-то больше двигаться, следить за питанием, дополнять какими-то БАДами, да, то есть тот же коллаген принимать, все это, скажем так, меняется метаболизм, организм получает какие-то ценные питательные вещества, которых ему не хватало, и в том числе вот видимые процессы, казалось бы, даже хирургическое, гигрома, потому что часто удаляет хирургически, если она долго не проходит и болит, поэтому, да, бывают такие волшебные, казалось бы, случаи, но на самом деле это не волшебство, Доброген Актив достаточно такой эффективный препарат, только это не один день принимать, опять говорю, у мужа лопаются пальцы рук, Доброген, какие еще витамины могут помочь, чтобы посмотреть, проверить подросткам, можно, лопаются пальцы рук, это как, кожа интересно, сушится, лопается, но опять-таки питание надо смотреть, надо смотреть, кроме коллагена, коллаген может помочь, если у мужа дефицит есть белка в организме и вы добавите, или он просто плохо усваивается, вы можете добавить Доброген Актив и увеличить количество белка в рационе и вообще заняться питанием мужа и может пройти, но также, если сухостью лопается кожа, это может быть дефицит жирорастворимых витамин, у нас какие, витамин Д, А, Е, то есть проверьте, уже как по лекции я говорила, анализ на витамин Д, если его там мало, меньше 50, то уже нужно его поднимать, пить 5000 международных единиц и более, вот, ну опять-таки, я не видела, что значит лопаются пальцы рук, но вот, если это вы имеете ввиду кожа, особенно когда зимой это все усиливается, сухость, то есть помимо кремов, следить за питанием, Доброген может помочь, да, если основная причина была дефицит белка. так, подросткам можно, да, подросткам можно, здесь говорится про взрослых, но вполне себе здесь натуральный состав, опять-таки говорю, маленьким детям нет лучше, а вот уже подросток вполне, можно попить, тем более по вкусу замечательно, не придется заставлять ребенка пить. В кефире замечательно разводится, Наталья говорит, вкусно, как йогурт вишневый, с водой тоже нормально, ну вот видите, да, попробуйте йогурт или кефир, кто что больше любит, получается такой вишневый йогурт, и детям хорошо сойдет. Кожа до крови, пишет Надежда, то есть, да, Надежда, что тут может быть, кожа до крови, может быть у него проблема, как раз-таки, с желчьотоком, нету желчи, и поэтому не усваиваются жиры хорошо, ну это надо разбираться, не усваивается жиростворимая витамина, не усваивается белок, ну и доброген, возможно, будет плохо усваиваться, если есть проблемы с этим, или просто у него дефицит, то есть он не добирает потребность свою в питательных веществах, добавить витамин D, витамин A, E, из анализов, не знаю, общий анализ крови, анализ на витамин D, биохимический анализ, кстати, как посмотреть, достаточно ли у вас белка, есть анализ биохимический на белок, называется анализ на общий белок, его обычно назначают в поликлиниках, в больницах, то есть это не какой-то уникальный анализ, и просто смотрите, могут быть в лаборатории разные, там нормы значений написаны, но если у вас меньше 75 белок, значит это мало, его недостаточно, ближе, идеально, чтобы он приближался, там ближе к 80, например, 78, тогда это нормальное значение по белку, то есть если у вас белок там 70, то это очень мало, говорит о том, что в организме белка недостаточно, и доброгенактив как раз таки будет уходить не в больной сустав, а на обеспечение жизненно важных функций, поэтому лечим желудочно-кишечный тракт, чтобы все хорошо усваивалось, добавляем в рацион больше белковой пищи, то есть рыба, мясо, яичный белок, какие-то морепродукты, в том числе белок растительный может быть, что там орехи, бобовые, хотя лучше все-таки животного, чтобы было достаточно, и в таком случае поднимается уровень белка в организме, и доброген организм будет использовать не только на работу сердца, легких, мозга, кровеносных сосудов, но будет восстанавливать хрящевую ткань, кожу, волосы, ногти. Вот. Так. Можно ли заменить прием доброгена коктейлями с сериями Велнинс, нечто тоже коллаген, на постоянной основе? Ну, вы знаете, все-таки это разные препараты, разные порошки, коктейли Велнинс очень хороши, можете даже их чередовать, но это просто белковый продукт, так мы можем добирать белок, или даже в процессе снижения веса, или если мы не можем добрать нормальное количество белка, можно, вы знаете, один прием пищи, какой-то заменять коктейлем Велнинс. Все-таки, все-таки, доброген-актив, это не функциональное питание, это добавка к пище, то есть он прием пищи, завтрак он не заменит вам, за 40 минут до завтрака, потом кушаем. Вы можете даже в один период принимать, только единственное, смотрите инструкции на упаковке, переболы белка, это тоже нехорошо, но я говорю вот про протеин Велнинс, то есть смотрите, вы можете даже в один период принимать, я имею в виду, допустим, натощак утром вы пьете доброген-актив, а коктейль Велнинс вы можете пить вечером. Там, насколько знаю, это уже как функциональное питание, там большая концентрация белка, это уже такой более, даже как прием пищи можно считать, более плотный напиток, и заменять ими друг друга нельзя. Можно в один прием пищи, можно в один курс, в один день принимать, можно периодами чередовать, но это не одно и то же, конечно. Так, по поводу питания, что я еще забыла сказать, я вам сейчас напомню. Есть такой у нас фактор, повреждающий коллаген, это сахар. Я его упоминала, но не говорила более подробно. Есть сейчас много исследований, которые говорят о том, что когда у нас в рационе много сахара и много простых углеводов, то есть это я имею в виду, например, какие-то, та же овсянка быстрого приготовления, сладкие напитки, сладкие йогурты, что-то, где содержится сахар, фруктоза, переизбыток фруктов в том числе. Это может способствовать разрушению коллагена, разрушению белка, то есть такой процесс, как гликация белка и нарушению хрящевой ткани, и ускоряются процессы старения. Поэтому с сахаром поосторожней. И если вы сладкоежка и пьете доброгенактив, то можете нейтрализовать его действие. С этим поаккуратнее. Вот. Ну, я, наверное, сказала основные моменты. Так. Какая норма белка в сутки? Норма белка в сутки, если вы не спортсмен, для взрослых примерно полтора грамм на килограмм веса. До полутора грамм на килограмм веса. Смотря какой возраст, смотря какая активность. Чем больше вы двигаетесь, тем больше вам нужно белка. Вот. Ну, вы знаете, что, например, если вы 50 килограмм весите, то 50 грамм мяса не равно 50 грамм белка. Есть такие таблички, где написано КБЖУ, то есть белки, жиры, углеводы. И там можно посмотреть количество белка. Например, там в куриной грудке на 100 грамм примерно там 20-23 грамма белка. Да, то есть 200 грамм грудки в день, грубо говоря, могут вас обеспечить одним граммом белка на килограмм веса. Вот. То есть примерно полтора грамма белка на килограмм веса. Это такая вот норма. Если хорошо усваивается, значит, должно быть достаточно. Вот. Но это такие вопросы, такие нутрицилогические, более глубокие. Да, здесь могут быть свои нюансы. Все. У нас уже время эфирное заканчивается. Я надеюсь, что я вам рассказала много нового про Доброген Актив. Учитывая, что у нас такая небольшая презентация сегодня. Да. Если у вас какие-то будут еще вопросы, да, в следующую среду мы будем уже говорить про другой препарат, но если кто-то что-то забыл спросить, я могу ответить пару вопросов и про Доброген, да, потому что, видите, я стараюсь всегда оставить в конце эфира время для того, чтобы с вами немножко пообщаться. Все. Мне было приятно вас видеть, слышать. Всем здоровья и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok